Дополнительные группы для воспитанников детских садов открываются в Нарьинмаре. Здание на рабочей 14-б изначально предполагалось как дошкольное учреждение. Но в начале 90-х во время демографического кризиса было не востребовано и отдано под нужды окружного суда. С введением в эксплуатацию Дворца правосудия площади освободились. Очередь дошкольного учреждения в Нарьинмаре, если не исчезнет совсем, то заметно сократится. По крайней мере, для этого в регионе наметились все предпосылки. Ввода в эксплуатацию ожидает новое здание в микрорайоне Лесозавод на 220 мест. А также готовится документация для переоборудования корпуса на рабочее 14-б. Ранее в этом здании располагался окружной суд. На время, пока идёт подготовка к ремонтным работам, там разместилось управление строительства и ЖКХ города. Причина проста. Здание нужно отапливать и охранять. А у Центра развития ребёнка номер один. К нему перейдёт этот корпус. Денег на содержание пустующего помещения нет. То есть сейчас обсчитываем, сколько будет стоить проект этого детского сада, перепланировки или реконструкции этого детского сада. То есть это не маленькие деньги. Будет решаться вопрос о финансировании вот этого мероприятия. Уже мы проговорили эти варианты с Роспотребнадзором. Добро получили. Да, можно там расположить детский сад в соответствии с санитарными нормами и правилами. В дополнительном здании планируется разместить три группы по 45 человек. Также здесь будут оборудованы спортивные и музыкальные залы. Это перспектива. А чтобы сократить очередь, уже сейчас, 20 января, в детском саду «Семицветик» открыли дополнительную группу для детей двух-трёх лет. Получилось так, что в этом году у нас подготовительная группа, низкая посещаемость детей. Многие выехали за пределы округа. Поэтому совместно с управлением образования было принято решение и издан приказ о расформировании подготовительной одной группы, соединить путём уплотнения трёх других подготовительных групп и создание группы для первого младшего возраста. Благодаря этим действиям городская очередь сократилась на 20 человек. Воспитатели отмечают, те малыши, которые до этого посещали группы кратковременного пребывания, осваиваются быстрее. Им проще общаться со взрослыми и с верстниками. Группы кратковременного пребывания сейчас работают в двух учреждениях – детском саду «Кораблик» и Доме детского творчества. Малыши, посещающие группы, не снимаются с очереди в детский сад, а родители продолжают получать компенсацию за отсутствие места в дошкольном учреждении.